Дмитрий Валентинович Дениско. Добрый день, Мария. Добрый день, уважаемые телезрители. В начале года принято подводить итоги прошедшего. Давайте немного поговорим об ушедшем в 2017. Вот каким он был? Ну, надо сказать, что 2017 год это был первый год полноценный в моей работе в Московской области, потому что выборы были в конце 2016 года, и 2017 год от и до мы прошли полностью, приняли бюджет 2017 года, исполнили этот бюджет, работали с наказами избирателей, то есть все по полной программе. Поэтому правильно, что надо подвести такие промежуточные итоги, и я хочу сказать, что есть что подводить. Во-первых, сразу хочется обратить внимание наших уважаемых жителей, что у нас есть целых два депутата в Московской области, и работу с наказами мы изначально выстроили по командной схеме. Здесь работа с наказами осуществляется по двум направлениям. Первое направление – это непосредственно наказы, которые мы получили во время избирательной кампании, и распределение денег, которые выделяются депутатам Московской областной думы для работы в округе. Это по 15 миллионов на каждого депутата. Соответственно, наш Люберецкий округ получает 30 миллионов, которые мы распределяем по учреждениям, прежде всего, здравоохранения и образования. И здесь есть целый список учреждений, которым мы смогли оказать поддержку. Если нужно, я могу поподробнее остановиться на этом. Ну, а скажите, вот для тех, кто, может быть, не знает, вот очень коротко, наказы – это что такое? – Наказы. Во время избирательной кампании мы встречались с большим количеством наших жителей. Это были как встречи во дворах, где жители выходили и высказывали свои пожелания относительно своих дворов, подъездов и так далее. Так и встречи были в различных учреждениях и здравоохранения, и образования, и социальной сферы. Поэтому руководители этих предприятий, сотрудники таких предприятий, учителя, врачи высказывали свои пожелания. То есть они говорили, что есть определенные проблемы в их работе, которые желательно было бы решить. То есть вы прямо вот от первоисточника, да, можно сказать, узнавали, да? Конечно, конечно. Да, мало того, мы… Ведь жизнь не стоит на месте. И когда мы получали эти наказы, правительство Московской области, администрация, тогда еще Люберецкого района, сейчас округа, да, тоже работала. И какие-то наказы были исполнены, какие-то полностью, какие-то частично. Поэтому прежде чем вносить на рассмотрение в Думу новые наказы, мы с каждым предприятием, с управлениями здравоохранения и образования провели рабочие встречи, объехали все детские садики наши, все больницы, поликлиники, школы. Мы пообщались с каждым директором, попытались понять и выставить приоритеты, потому что наказов действительно очень много. И какие-то мы исполнили в 2017 году, какие-то мы переложили на 2018, на 2019 годы. То есть составили определенный план. А вот какие были сделаны наказы в основном и в каких областях? Ну вот смотрите, значит, если мы берем образование, значит, это в основном либо установка спортивных площадок, установка новых окон. То есть мы старались пойти по пути, что наиболее целесообразно с нашей точки зрения и на что управление выделяет, в принципе, не в первую очередь деньги. Потому что для школы, ну для директора даже школы, для управления образованием важно, чтобы там, условно говоря, кровля была, не протекала. Поэтому они в первую очередь на такие базовые моменты выделяют деньги. Но мы-то знаем, что на это они и так выделят деньги. А вот на современную спортивную площадку это будет по остаточным принципам. А в общении с преподавателями, иногда даже с детьми, с директорами школ, мы все-таки выбирали такие моменты, которые немножечко надо было подтолкнуть. Таким образом мы и в детских садах некоторых, и в школах установили площадки. Вот, например, в 2017 году у нас была установка площадки в первой гимназии, в 68 детском садике в Ромашке. Тоже, в принципе, еще такая тема не очень развита. Но мы установили хорошую спортивную площадку. Очень довольны и дети, и воспитатели. И сейчас мы на 2018 год уже эту тему продолжаем. Ну, это, может быть, я уже забегаю вперед. Ну, а здравоохранение, например? Здравоохранение. Значит, есть серьезная программа губернатора, которую мы, как депутаты Московской областной думы, инспектируем. И я и Игорь Валерьевич Каханый, мы регулярно выезжаем, проверяем, как идет ремонт. То есть, в 2017 году на ремонт учреждений здравоохранения было выделено 250 миллионов рублей. То есть, 13 учреждений попало в эту программу. Соответственно, недостаточно просто выделить деньги, надо разыграть конкурсы. И надо потом, чтобы были соблюдены сроки этого ремонта, чтобы качество достойное было. Часто получается, что даже главврач или другое ответственное лицо не до конца может повлиять на какие-то моменты, связанные с подрядчиками. Вот, например, такое было у нас в роддоме, где вроде бы подрядчик зашел, 90% работ сделал, и потом по каким-то причинам, то есть, ну, какое-то получилось недопонимание, ушел с объекта, соответственно, возник конфликт. То есть, учреждение там немножечко простаивало из-за каких-то недоделок, а подрядчик в результате не получал деньги окончательно за выполненную работу, потому что ему акты не подписывали. Ну, вот, подключились, пообщались со всеми, свели, так сказать, выступили в роли какого-то там третейского судьи. Ну, все в результате договорились, все там было доделано, все было хорошо. Вот, потом поставка оборудования. То есть, не секрет, что сейчас очень много денег вкладывается именно из бюджета Московской области, и федеральные программы есть в обновление медицинского оборудования. Да, это важно. Да, то есть, у нас на вечном огне в поликлинике был установлен компьютерный томограф, то есть, очень дорогое оборудование, то есть, под это дело был сделан ремонт, выделено помещение отдельное, привлечены специалисты. То есть, это идет по программе губернатора. Из наказов более мелких, то, что мы с Игорем Валерьевичем, скажем так, помогали нашему любимому здравоохранению, это было на 90% заявки управления здравоохранения. То есть, мы закупили машины для участковых врачей, которые были крайне изношены, закупили оборудование для Центра материнства и детства, для больницы Ухтомского, для второй городской больницы. Очень хорошо. Ну, а что в 2018-м? Вы планируете продолжать по этим направлениям работу? Да, у нас мы уже, скажем так, немножко определились с приоритетами и разбивкой вот этих денег по сферам. Основными направлениями остаются здравоохранение и образование, то есть, сейчас на матпомощь мы выделяем каждый по миллиону, потому что это тоже достаточно существенная часть нашей работы с населением. И обращается очень много людей, которые в крайне тяжелом состоянии финансовом находятся. И соцзащиты к нам посылают, когда они не имеют возможности законной помочь таким людям. Это и погорельцы бывают, это люди, которые многодетные, например, одинокие мамы, которые периодически в тяжелые такие ситуации попадают. Вот, поэтому мы оставили эту существенную часть, определили ее в размере по миллиону рублей на каждого депутата. То есть, 2 миллиона на двоих. Да, и 28 миллионов мы практически направили на образование и здравоохранение, то есть, полностью. Да, также была проведена работа с руководителями всех организаций, мы встречались, получили от них новые наказы, опять же, выбрали, запустили сейчас новую тему на 2018 год. Мы пытаемся обновить, вернее, мы не пытаемся, мы обновим часть теневых навесов в детских садиках. Уже больше внимания уделили спортивным площадкам. В детских садах уже несколько таких площадок будет установлено. Вот, то есть, сейчас мы вышли как бы на улицу. То есть, если внутри детских садов, там, с помощью немыслимых усилий заведующих и управления образованием, то сейчас все более-менее неплохо, то дворовые территории, где, не дворовые, а садовые территории, да, где дети гуляют, они, к сожалению, достаточно сильно обветшали и не вызывают уже, мне кажется, таких радостных эмоций у наших детей. Спасибо, давайте продолжим после рекламы. Конечно. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». У нас будет очень интересно, никуда не уходите, оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Открытый диалог». Меня зовут Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях депутат Московской областной думы Дмитрий Валентинович Дениско. Дмитрий Валентинович, давайте продолжим. В первой части программы мы поговорили о наказах на 2017 год и о том, что предстоит сделать в 2018. А давайте теперь поговорим о вопросах дорог и транспорта в округе. Расскажите, пожалуйста, что сделано было в 2017 году, какие основные направления? Вы закрыли по дорогам какие-то вопросы? Есть программа губернатора дороги Подмосковья, в рамках которой выделяются огромные средства на поддержание, на развитие дорожной инфраструктуры. Я думаю, что все наши жители видят, что и город, и поселки очень активно благоустраиваются, и дороги делаются. Есть несколько таких серьезных проектов, которые мы все с нетерпением ждем. И один из самых дорогостоящих и ожидаемых – это реконструкция Октябрьского проспекта с расширением, с устройством ливневой канализации. Этот проект, который, в принципе, уже стартовал. То есть в 2018 году все будет сделано? Нет, конечно. Это проект, который не может быть сделан за один год или за полтора года. То есть там вообще, по-моему, окончание работ – это 2020 год. 2020 год. То есть в 2017 году выделены деньги на документы, на проектные вопросы и так далее. И эти деньги были выделены, и работы начались. То есть некоторые издания ведь попали в зону отчуждения. И с ними тоже, там же есть собственники. То есть это юридические вопросы, которые там не решаются за один день. Поэтому, к сожалению, к нашему, наверное, общему, это не будет сделано прямо в этом году. Но работа была начата, и деньги выделены, и, соответственно, этот проект будет развиваться. Следующий проект, который мы очень ждем и хотим – это обход вокруг Октябрьского проспекта. Есть много всевозможных слухов. Но это проект федеральный, сразу скажу. Это не областной проект. Но мы, как жители, в любом случае эту ситуацию должны мониторить. И недавно я написал письмо в Росавтодор с просьбой пояснить перспективы этого вопроса. Но я надеюсь, что мы тоже от него не откажемся, от этого проекта. Есть, ну вот были проблемы, и министр по транспорту Тресков Игорь Борисович приезжал лично. Разбирались, когда была проблемная ситуация в Марусино. То есть там были серьезные пробки. Была перекрыта дорога к метро со стороны Москвы. То есть этот вопрос удалось оперативно решить. И вообще я хочу сказать, что у нас очень хороший тандем получился. То есть вместе с администрацией округа, вместе с правительством Московской области. То есть все играют в одной команде. То есть любые инициативы, любые проблемы решаются сообща, невзирая на ресурсы, невзирая на какие-то личные амбиции или личные какие-то, не знаю. Настроения. Ну да, там какие-то там личные мнения. Да, если есть задача общая, она поставлена. То есть все работают в одном направлении. Кстати, вот один из примеров по 2017 году, когда в рамках городской среды Игорь Валерьевич там очень активно участие принял. Были выделены деньги на реконструкцию нашего парка. Да. Вот. Ну, насколько мы помним, это было сделано уже глубокой осенью практически. И чтобы разыграть аукцион, найти подрядчика и зайти на эти работы, это надо было очень здорово постараться. И в данном случае администрация просто, на мой взгляд, как виртуозы выступили в этом вопросе. Ну, это все очень, конечно, хорошо. Но вот иногда дороги же не чистятся. Сейчас зима, и многие жалуются. Вот как с этим быть? Жаловаться надо, но только надо знать, куда жаловаться. У нас разные дороги имеют разную, так сказать, подведомственность. То есть есть федеральные дороги, есть областные дороги, есть муниципальные дороги. То есть каждая дорога у нас имеет свою подрядную организацию, которая выиграла конкурс на обслуживание этой дороги и должна убирать, чистить и вывозить снег, посыпать песко-соляной смесью. И вот в данном случае, мне кажется, очень хороший вариант контроля – это сайт Добродел. То есть туда люди пишут, если им что-то не нравится, и в частности пишут и по дорогам в том числе. И задача местной власти, и наша задача как депутатов, то есть если ко мне обращаются жители, что регулярно есть проблемы с уборкой снега, там-то и там-то, мы поднимаем контракты, мы смотрим, кто там обслуживает, ну и работаем уже непосредственно с этой организацией и через администрацию, опять же, воздействуем на такие организации. А вот вы говорите, обращаются жители. А как они к вам обращаются? Вообще, как к вам можно обратиться, если есть какие-то проблемы? Вы знаете, самое оперативное – это, наверное, через Инстаграм. Через Инстаграм? И часто люди именно в Инстаграме пишут, и это, мне кажется, самый быстрый, да. Ну, вы знаете, вот у главы, как он говорит, тоже, на самом деле, самая оперативная связь с главой нашим – это через Инстаграм. Но если у главы там очень много комментариев и прочих по каждому сюжету, то у меня их не так много и по существу, и многие люди этим пользуются. Вот, и мы всегда реагируем, всегда отвечаем, если надо, встречаемся с людьми, там, вникаем в ситуацию. Можно обратиться по электронной почте, то есть все эти вещи есть на сайте администрации, в частности. У нас есть приемная на Звуковой улице, где помощники каждый вторник принимают. И я лично тоже провожу прием раз в месяц, каждый первый вторник месяца. А вы выезжаете как-то вот на объекты посмотреть проблему, да? Обязательно. Если… То есть информацию собирают и готовят помощники. То есть если возникают какие-то вопросы или требуется уточнение, либо они, либо мы вместе, либо я еду, либо я беру с собой представителей администрации, либо служба, которая должна решать эти вопросы, управляющая компания. Обязательно выезжаем, смотрим, разбираемся на месте, принимаем какие-то решения и устраняем проблемы. Скажите, вот на нас у чемпионат мира 2018. Какие законы или поправки к уже существующим законам принимаются? Как вообще в Московской областной думе готовятся к этому событию? Готовятся ли? Ну, не принимаются законы, естественно, специальные. Но, естественно, в Московской области и, конечно же, в Московской областной думе готовятся. И вот касательно работы как раз моего комитета по транспорту, мы проводили такое мероприятие, круглый стол. Правда, это было связано еще и с туризмом, поэтому проводил не наш комитет, но мы там присутствовали полноценно. Аэропорты как окно, такое гостевое окно и первое впечатление. Что получит наш гость, иностранец, прилетев в столицу. Матчи будут у нас проходить в столице, а все аэропорты находятся в Московской области. Основной трафик пойдет как раз через них. То есть у нас минимум три аэропорта, которые будут принимать гостей. Жуковский пока гостей не будет принимать. Болельщиков имеется в виду. Но через Жуковский там команды прилетают, тоже он работает в этом плане. И мы встречались на тему, во-первых, чтобы этот визит, эти первые минуты часы не испортили все впечатление от отдыха. То есть что мы должны обеспечить? Чтобы гостей не задерживали сильно на паспортном контроле, чтобы это не были трехкилометровые очереди. Чтобы они быстро получили свой багаж, быстро сели в такси и уехали, и доехали до своей гостиницы желательно без пробок. Плюс еще элемент безопасности туда включается. То есть для этой цели разработана целая программа, там и работа волонтеров, и работа всех спецслужб. И министерство транспорта в этом плотно участвует. То есть будут пущены дополнительные маршруты. Везде будет там навигация на нескольких языках. И так далее, и так далее. То есть в зависимости от прилета, кто прилетает, то есть это тоже, в принципе, прогнозируется. Волонтеры будут присутствовать в сознании того языка, который будет востребован в данный момент. Ну, в общем-то, да, такая полноценная, серьезная проработка идет. Я надеюсь, что все вот эти проблемы, которые могут возникнуть, они не возникнут. Да, интересно. А вот, кстати, вы говорите, волонтеры будут присутствовать. Я знаю, что буквально на днях в Мособлдуме была такая инициатива, чтобы создать реестр какой-то волонтеров, чтобы их как-то отслеживать. Потому что сейчас количество волонтеров, ну, просто вот добрых людей, которые своей воле помогают, их непонятно какое количество. И у них какой-то профессиональной какой-то ориентации нет. То есть они вот как бы сами по себе. Как-то структуризировать этот момент планируется? Вы знаете, то есть, в принципе, волонтерское движение, оно само по себе есть. Есть. Оно сильное. Оно сильное. Есть даже паспорт волонтера. То есть если молодой человек принимает участие активно в каких-то таких мероприятиях, социально значимых на безвозмездной основе, то есть является волонтером по духу и выполняет эту работу, ему вручается паспорт волонтера. Но чего, наверное, нет, это единого реестра такого. И может быть, действительно, работа с волонтерами, как бы сейчас происходит больше на местах. То есть нет такой централизованной, серьезной. То есть либо под мероприятие это делается. То есть когда проходят мероприятия, отбираются люди, и с ними проводится в рамках этого мероприятия определенное обучение. А в целом, конечно же, наверное, была это неплохая идея систематизировать этот процесс, как-то учесть вот эти разрозненные муниципальные группы этих волонтеров, в какую-то единую сеть и проводить обучение, и чтобы они участвовали в каких-то программах. Сейчас, кстати, для волонтеров при поступлении в институты добавляются баллы, на что ребята тоже очень хорошо реагируют, и это дополнительный стимул участвовать в этом движении. Да, я согласна. У меня еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы занимаетесь благотворительной какой-то деятельностью, помимо депутатской. Можете рассказать об этом пару слов? Ну, вы знаете, не скажу, что это прямо такая благотворительная деятельность. Просто, видимо, в связи с кризисом, а может быть и в связи с очень большими инициативами наших жителей активных, проводится много мероприятий, которые не попадают в бюджетное финансирование. Например? Ну, например, одно из последних мероприятий – это есть у нас творческие коллективы всячески. Поездка, была организована поездка в Артек для детей до 18 лет. Там было бесплатно, оплачивало государство и приглашало. А вот в коллективе было три человека, по-моему, три человека, которые старше 18 лет были, и по закону государство не могло их профинансировать. Но при этом ребята были полноценными членами этого коллектива, это Росковский коллектив. В результате они обратились к депутатам, мы им помогли. То есть, насколько это благотворительность или не благотворительность, я не берусь к такому определению. Потому что, наверное, благотворительность – это все-таки более глобальные какие-то вещи. А так, конечно, много людей обращается с какими-то проблемами, либо личными, либо чаще организации какие-то обращаются, где требуется небольшое участие, небольшое финансовое вливание, чтобы какое-то хорошее дело свершилось. Ну и, конечно, я стараюсь в этом плане не отказывать, чтобы не душить эту инициативу, этих добрых людей, которые делают социально значимое дело. Это очень важно, да. Спасибо, Дмитрий Валентинович. Буквально пару слов для наших телезрителей. Пожалуйста, обратитесь к ним. Большое спасибо за предоставленную возможность. Хотелось бы пригласить всех на выборы, которые у нас будут проходить в марте месяце. То есть наша задача – выбрать президента и поучаствовать. Мне кажется, это для всей страны такой серьезный праздник. Я надеюсь, что все будет хорошо. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы, конечно, немножко эту тему поднять. Спасибо большое, Дмитрий Валентинович. Я напоминаю, что это был открытый диалог с депутатом Московской областной думы Дмитрием Валентиновичем Дениско. Меня зовут Мария Лапчева. Увидимся в эфире. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова